История мяса от теленка до прилавка. В Татарстане развивают цифровое сельское хозяйство. Должок. Почему должники по кредитам сами идут в суд? И казанцы пересаживаются на общественный транспорт. На чем хотят сэкономить? Обо всем расскажем подробнее. Это новости экономики. Меня зовут Альбина Полищева. Здравствуйте. Цифровое сельское хозяйство собирается развивать в Татарстане. Сегодня фермеры и сами себе менеджеры, логисты, экономисты сами ищут рынки сбыта, берут кредиты. И при том, что Татарстан находится в зоне рискованного земледелия и богатого урожая никто никогда не гарантирует. Вот и придумали резиденты бизнес-инкубатора Казанского IT-парка помочь встретиться на одной электронной площадке аграриям и инвесторам, потенциальным покупателям, которые могли бы сделать некий заказ, например, на выращивание скотины, выбрать коров, выделять деньги на их откорм, оговаривать сроки, когда хотят получить готовое мясо и в каком количестве, вести процесс, что называется, от теленка до прилавка. У каждого такого животного будет чип, а в нем информация о корове, ее возраст, состояние здоровья, режим кормления. То есть выдать импортное мясо за местное или продать мясо быка, выдавая его за молодую телятину, не получится. Мы уходим от посредников в виде посреднических услуг между инвестором и фермером, между фермером и переработчиком, между переработчиком и реализатором товара. Мы убираем всех этих посредников, соответственно, освобождаем цену. Цена у нас становится ниже, потому что мы уходим от посреднических всех этих моментов. Это первое, самое главное, которую мы решаем, среди всех участников бизнес-процесса. Далее, значит, инвестор видит, куда вкладывается, потребитель видит, что ест. Ждут от новшества только благ. Прозрачности, новых инвестиций и снижение цены на сельхозпродукцию для переработчиков и нас, потребителей. Если продавцы не пожадничают и не перекроют всю эту экономию своими наценками. Заемщиков, которые задолжали банкам по кредитам, все чаще стали вызывать в суд. Раньше такой способ решения вопросов коллекторы не очень любили. Долго, дорого, нужно заплатить пошлину, определенный процент от сумы иска и не всегда эффективно. А теперь, по итогам 2017 года, крупные коллекторские агентства стали в 7-8 раз чаще обращаться в суд в процессе взыскания долгов. В 2016 году примерно 15% долгов получалось вернуть через суд. В 2017 году уже 38%. В 2018 ожидают, что все 63%. И, кроме того, сами должники, как говорят эксперты, стали юридически грамотными и тоже требуют судебного разрешения конфликта. Это для них и гарантия того, что все будет проходить в рамках закона, а не по-бандитски. И уверенность, что просуженный долг, ситуация, когда суд уже вынес решение о взыскании задолженности, так вот этот долг уже больше не вырастет. Штрафы и пение на него не начислят. Впредь тенденция этой перехода на судебную стадию разбирательств сохранится, говорят эксперты. К слову, только татарстанцы задолжали банкам по кредитам 46,5 миллиардов рублей. И в прошлом году деньги через суд вернул кредитору или коллекторам примерно каждый десятый должник. Казанцы, как показал минувший год, предпочитают передвигаться на общественном транспорте. На неделе в столичном комитете подсчитали, что перевезли за год 257 с лишним миллионов пассажиров. Прирост 2%. А еще заметили прямую пропорцию. Подорожал бензин, стало больше пассажиров в общественном транспорте. Литр 92-го за год прибавил 2 рубля, 95-й и дизель примерно столько же. Это при том, что официальная инфляция в стране была около 2%, а реально, говорят эксперты, в 5 раз превышает официальную. Бензин – это то, что дорожает всегда без, казалось бы, очевидных причин. Тут, знаете, много факторов. Во-первых, меняется налогообложение. С начала каждого года корректируются ставки акцизов на бензин. И в этом году они тоже были скорректированы. А, соответственно, акцизы закладываются в цену. Соответственно, цена растет хотя бы благодаря этому. Да, плюс производители и продавцы закладывают текущий рост своих расходов. Рост расходов на транспортировку, на зарплату, на содержание перерабатывающих мощностей, бензоколонок и так далее. То есть это тот же процесс, который происходит и с любыми другими ценами. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи.